Переговоры по строительству стратегически важной железнодорожной магистрали Китая, Кыргызстан, Узбекистан почти завершены. На сегодня обсуждаются такие технические вопросы, как маршрут дорог, ширина колеи, размещение перегрузочной станции. Стоимость этого амбициозного проекта составляет около 5 миллиардов долларов. На сегодня рассматриваются разные варианты размещения перегрузочного пункта. Окончательное решение пока не принято. Проект сформирует новый железнодорожный коридор из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, страны Центральной Азии, Далее, Ближнего Востока и Южной Европы. В прошлом году мы провели полевые исследования по территории Крымской республики силами местных специалистов. Обследовали один из вариантов маршрута, один из новых вариантов, так называемый комбинированный вариант маршрута. Все материалы были переданы на изучение китайской и олимпекской сторон. В этом году мы планируем продолжить данную работу. С момента обретения независимости в стране впервые началось строительство внутренней линии железной дороги. На сегодня более 500 метров железнодорожной магистрали Баловчи-Кочкор-Каракечи завершены. До конца года государственное предприятие Крымск-Миржело построит еще 5 километров за собственный счет. Отметим, протяженность пути составляет 186 километров. Уважаемый президент уже ознакомился с проводимыми работами. Было издано соответствующее постановление Кабинета министров. В данном постановлении подрядчиком является государственное предприятие «Мостоотряд». Все работы уже ведутся и мы надеемся и согласно поручению президента Крымской республики до 2030 года завершить данные работы. Помимо строительства железных дорог государственное предприятие Крымск-Миржело разработало ряд проектов по использованию железных дорог для развития экономики страны. Сейчас идут переговоры о поставках сельхозпродукции на рынок ЕС и в случае их реализации будет создана возможность транспортировки урожая с Кыргызстана по железной дороге. Как известно, по маршруту из Китая, например, в Европу есть несколько вариантов. Это через Россию, через территорию России, также через Казахстан есть два перехода, два стыка с китайскими железными дорогами. Соответственно, здесь будет открыт уже третий вариант маршрута, называется Южный коридор. В рамках реформы железнодорожной отрасли проведена работа по борьбе с коррупцией, внедрены электронные услуги. В рамках реализации проекта строительство международной железной дороги планируют приобрести дополнительные вагоны, поскольку половина из 120 вагонов, которые есть в наличии, нуждаются в ремонте и замене. А благодаря искоренению коррупционных проявлений на предприятии, прибыль за год увеличилась в несколько раз. На собственные средства были закуплены рельсы и новые полувагоны. До Стангасканов, Руслан Сабатаров, Аллато 24. Субтитры создавал DimaTorzok